И скажет смерть, что не поспеть к сарказму за силой жизни. Кумир нескольких поколений, выдающийся актёр, но при этом скромный интеллигент. Таким запомнился коллегам и поклонникам народный артист РСФСР Сергей Юрский. Он ушёл из жизни рано утром 8 февраля. Здоровье сильно ухудшилось. У него был сахарный диабет, вирус. Всё это вместе. Он очень ослаб. Всё это вместе мы всё делали, но мгновенно в одну секунду остановилось сердце. Это произошло дома. До последнего условия была Наташа. Мы прожили своим мужем 50 с лишним лет. Карьера Юрского в кино была блистательной. Свой творческий путь он начинал со съёмок в массовке. Но режиссёры быстро разглядели талант молодого актёра. И в 26 лет Сергей уже сыграл главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Человек неоткуда». Эта работа стала путёвкой в большой кинематограф. Фильмы «Республика Шкит» и «Место встречи изменить нельзя» с участием актёра стали знаковыми для нескольких поколений. А роль великого комбинатора в «Золотом телёнке», по мнению поклонников, судьбоносная для Юрского. В детстве таких, как вы, я убивал на месте из рогатки. Почему? Таковы суровые законы жизни. Или, говоря короче, жизнь диктует нам свои суровые законы. Я, как профессионал, считаю, что лучшего Остапа Бендера вообще в кинематографе не было. Это была бомба. То есть мы знали, что Юрский прекрасный артист, и он очень многое успел сделать. Артист был органичен и на съёмочной площадке, и на сцене. В столицу Юрский переехал в 1978 году. И с тех пор служил в театре имени Моссовета. За 40 лет он сыграл в сотнях постановок и даже выступил как режиссёр. Имел он счастливый талант, без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка, с учёным видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнём нежданных эпиграмм. Но он был классный. Понимаете, самое главное, почему он был великий, что он никогда не задавался. Он понимал, кто он, что он, но никогда не, так сказать, вот я гений, я такой великий. Нет, в нём этого не было ни капли, ни на гроши. Сергей Юрский был дважды женат. Его второй супругой стала Наталья Тинякова. У них родилась дочь Дарья, впоследствии тоже актриса. Союз Сергея и Натальи состоялся не только в жизни, но и в кино. Зрители до сих пор помнят простых, но таких близких дядю Митю и бабу Шуру в фильме «Любовь и голуби». Они гениально сыграли пожилую пару. При этом Сергею не было и 50 лет, а Наталье только 40. Птиц для этой сцены съёмочной группе подарил Юрий Шмелёв. У заводчика несколько десятков голубей самых разных пород. Он вспоминает. Сергей Юрский на съёмочной площадке всегда вживался в образ так, что ему верили с первой секунды. Вот все его фильмы, там и «12 улев», которые я посмотрел, и «Республика Шкид», и тот же «Любовь и голуби», там вообще поразительно. Я его, честно говоря, не мог даже узнать. Вот он так изобразил отлично человека. В память об актёре Юрий запустил в небо стаю голубей. Сергей Юрский работал до последних дней. Через две недели он должен был играть в спектакле «Ресепшн», который поставил сам. Но не успел. Сердце артиста остановилось. Редактор субтитров А.Семкин